Привет, друг! Важная информация! Приглашаю тебя 23 июля в эту субботу на Троеченский движ. Я и мои кенты организовываем благотворительный турнир по нардам. У тебя будет уникальная возможность побороться за высокое звание лучшего нардиста Трои и отжать у нас под древне-троеченским традициям вот этот прекрасный телефон. Все собранные средства с благотворительного турнира пойдут в помощь нашим Збройным Силам Украины. А также на этой движухе будет сцена, на которой выступим мы, Тоха Штакет, МС Штрих, Самопал и самый лучший бигбоксер Украины, Биг Бро! Поэтому, друг, ты не можешь пропустить этот движ на Троечене. Итак, 23 июля в эту субботу в 15.00 ты приезжаешь на Троечену на остановку соцзабеспечения по адресу Николая Закревского, 87. Спускаешься вниз прямо к озеру и поворачиваешь налево. Доходишь до конца аллеи, поворачиваешь направо, там ты увидишь мостик. Встретишь этого медведя, значит мы где-то поблизости. Будем рады всем. Условия благотворительного турнира и все подробности ты найдешь по ссылке в описании в нашем телеграм-канале. Всем здоровенько, добрым людям. Всем привет, друзья. Да, это Серега Шаман и Саша Лебедь. Короче, вы постоянно у нас спрашиваете, а будут ли еще от нас треки. И мы вам сегодня этим влогом, этим видео хотим показать, будут ли они или не будут. Ну, короче, сразу спойлер. Будут. Будут и очень много. У нас за это время накопилось очень много треков, которые мы писали в стол. Так произошло, что, ну, не было, знаете, с началом войны, ну, просто ты невозможно, знаете, ну, я не знаю, как у кого получается, как у кого. У нас, короче, тупо не стояло вот на творчество, вот именно по музыке. У тебя как, братан? Тоже вообще вдохновления не было, знаешь, как-то, ну, типа, надо, давай, братан, надо треки, да, надо и все. То есть к этому ничего не делаешь, просто все как у Нариков, знаешь, просто все ограничивалось, ну, просто разговором. А взять серьезно к этому, ну, не было, короче, ну, вдохновления. И вот сейчас, вроде бы, оно пробуждается, вдохновление. Да. Может, благодаря фестивалю. Да, кстати, не забываем, завтра, естественно, все приходим, ну, уже сегодня. То есть, кто еще не в курсе, этот видос выйдет с утра. 3-го числа, с утра. Так что у тебя есть возможность прямо сейчас сесть быстро на маршрутку, на метро, куда угодно и топить на трою. На самолет, на вертолет. И топить на трою быстро к нам на фестиваль. Будет куча крутых исполнителей. Будем, естественно, мы с Шаманом. Да. Сразу же хотим принести свои, короче, такие небольшие извинения за то, что у Шамана чуть флоу поменялось, будет чуть-чуть шипеть. Да, на самом деле, я был на репетиции и понимаю, что я тупо, ну, шиплю, что, короче, будет шипеть микрофон по-любому, короче. Еще и плевывает, блин. Хорошо, что мы последним выступаем, потому что после Шамана микрофон там петь уже, это все. Это все. Ну, короче, ну, это, блин, рабочие моменты, так что не обессудьте. Как есть, так есть, как есть, так будет, но сейчас мы ему наставим флоу, если что, поедем к доктору Виталику, скажем, чтобы он ему запилил немного щели какие-то. Или снял. Или снял, да, на момент записи треков. Так что, друзья, вот мы планируем, у нас есть, вы слышали, кто не слышал, можете посмотреть влог про Чернигов, как Шамана Чернигов принимал. Я там зачитывал трек, мы сейчас его будем, уже записываем в процессе записи. Потом у нас еще выйдет один трек и еще один хотим сделать с Тохой, который штакет. Вот мы, кстати, сейчас за ним едем и может он будет сзади сидеть и может что-то и скажет. Не может что-то, мы сейчас просто пристанем. Мы ему камеру вот так вот прямо засунем, скажем, а ну говори что-нибудь. И потом вместе, втроем, едем на студию, друзья, к Самопалу. Ну да, едем на студию. Кстати, студия за долгое время, короче, пацан просто дома, сам у себя делает, Самопал Андрюха. Ты красавчик, вот отвечаю. Это говорит о том, что, знаете, не... Мы ездили по разным студиям, к чему я это? Ездили по таким там типа даже лакшери, типа спонтам, да? Вот куда мы в этот самый ездили, в Вишневое. Вот. Ну там ты приезжаешь, у тебя нет обстановка такая, ты заходишь, у тебя там за каждый час надо платить. Ну нет, тут тоже надо платить, но я имею в виду там суммы другие чуть-чуть. И сама обстановка не располагает, вот, ну лично меня не располагает к творчеству. То есть не к творчеству, а, как это слово сказать, вот, ну вот ситуативно что-то придумать новое, знаете. Ты приходишь подготовленный и делаешь то, что заготовил, а что-то вот выдумать нету ничего. А вот тут мы ездим, пьем чаечек, общаемся, хи-хи-ха-ха. И в моменты вот в эти рождаются какие-то уматовые темы. Кстати, возможно, у нас даже родился вчера прикольный трек. Мы еще посмотрим, сможем мы что-то доработать. Мне как, ну Вишнево мне вот, знаешь, вот какое впечатление всегда создавалось. Мало того, что у меня опыта мало, мне на подготовке больше, еще и там время больше. Ну вот мне вот казалось, вроде бы, как, знаешь, по-малолетски, взяли катамаран на последние бабки, понятно. И ты катаешься, ты класс, ууу, веселись, ныряешь. И вот время заканчивается, и тебе, ну, стоит, продлевать будете, продлевать будете, а бабок нету, продлевать, короче. И ты начинаешь что-то, короче, что змей что-то вымучивать. Продлевать это ты точно про катамараны? Ну, то понял, если вы катались на таких катамаранах, то пишите, ставьте плюсики. Да, согласен. Это, потом ездили в другую, у нас тоже вот рождался симбиоз творческий, прикольно получалось. Это еще с Эриком, он и битыном писал. И тоже у пацанов просто все было, мы приезжали туда, хопали там кальян, ну, курили, курили кальян, пили чай, общались, писали музыку при нас, пацаны. И мы, естественно, что-то там делали. У нас там тоже пару треков в этой студии родилось, но жалко, что пацаны не вывезли там и перестали эту студию, короче, дальше тянуть, разбежались. Плюс это еще в коронавирус. Да, коронавирус нормально пошел. Да, еще коронавирус у нас этот самый. Потихо, тихо. Он потихо. Теперь меня послушать, детка, я шиман, теплый и красивый, как пенополиуретан. По поводу фестиваля, вот так вот, не знаем, сколько будет людей, естественно, мы там что-то поснимаем, покажем, кто не сможет прийти, по-любому увидит. Не знаем, сколько будет, но, конечно, у нас такая вот родилась как бы мечта даже, знаете, а вдруг это, короче, вот это вот начало чему-то большому, тому, чтобы вот мы себе представили, что, короче, через каждый год фестивали, фестивали все больше и больше разрастаются. Ван Бюрены приезжают, короче, там Продиджи выступают, Продиджи уже немало. 50 цент на разогреве, да, ну не у нас, естественно, у кого-то другого. Просто шо, движ, да, и это делать все еще и благотворительное, это очень круто, потому что постоянно кому-то нужна помощь, естественно, и это круто, когда ты не в свою утробу живешь, а приносишь пользу и еще и, ну, как бы не работаешь, а как бы творишь, созидаешь и приносишь пользу. Это круто на самом деле. Да, и тебе это нравится. Я, кстати, братан, помню, у меня, ну, как же, жена уехала, ну, где-то на полгода в командировку, и получается, у меня, ну, вообще тяжело сейчас, понял, в этом плане, там, похавать. Вот, кстати, ну, нема времени творческой личности, знаешь, там, готовить борщ, вот эти борщи выготавливать, ну, жесть. Приходилось, то есть, поначалу как-то перебиваться, когда пузатая хата не работала, потом пузатая хата, наверное, ну, открылась, пришлось в пузатой хате. Ну, пузатой хаты на Троещине почему-то нету. Да. И приходится ездить, наверное, на Дарницу. Ну, не всегда получается просто чисто то, что похавать, ехать именно на Дарницу. Ну, нормально километров, да. Да, похавать. И у меня, ну, клав, меня усыновили, кстати, у меня родыки появились. Да? Здесь, да, брат, Тоха и Кристина, жена его. А, круто. Ну, не меня усыновили, а я борщик приезжаю похавать. Подождите, подождите, не открываем. Сейчас, смотри, щица. Подожди, вот, вот. О. А? Давай, открывай. А, там что, закрыто? А, чай не взял. О, прикинь. Ну, я как почувствовал, друзья, прикинь, наливал чай, короче, и в итоге не взял чай. Я знал, что не надо открывать, ему обещали. О, видишь, как. Чай, у меня тут, как всегда, короче, погода у нас такая, ну, меняется постоянно. И у меня собирается здесь куча, ну, шкаф-купе, короче, понял? Куточек, ригланов. Так, щас я. Маляса заварил именно. Зарвал, молодец. Щас, щас, здоров, здоров, здоров. О, щас, смотри, подожди. Как тут спинка? Ты будешь в Ютубе, ничего страшного. Там, ну, я только смотреть не буду. А что? Ну, потому что там злы дни мало всяких. Там треш, там трешак. Не, ну, нормальных больше, конечно, здраво. Да, нормальных больше, и, типа, на ненормальных, как бы, не стоит и внимания обращать, вообще-то. Конечно. Как у тебя вообще дела, как творчество, вообще? Нормально, в тренировочке только приехал. О, красавчик, а что делаешь, чем занимаешься? Тайский бокс, тайский бокс, братух. А что предпочитаешь больше, блядь, культуру тела или боевую аэробику? Боевую аэробику. Аэробику, да? Какая культура тела тут, братуха, после свадьбы, животины, наверное, такая появилась. Ну, да. Блин, ты что, он хавает, братан, я тебе говорю, вообще жесть, короче. Вчера с хаварем по тарелке бача огромной, здоровой, с мясом, там, ну, просто жесть, короче. Потом вареников с вишней, со сметаной, со всеми вот этими делами. Ну, нормально, короче, ну, не знаю. Ну, если мыло... Ну, именно нормально. Потом я уже все, уже чувствую, я уже там пошел, ну, одеваюсь, короче, говорю, надо ехать на студию. Смотри, он еще берет ряженку, понял? Трегачит. Ему жена говорит, ну, там... Оставь хоть на утро что-то. Тоха, ну, хоть бы в стакан налил бы это. Он, не, я как в рекламе. И фигарит еще ряженку, прикинь, это хлеб еще пихает, короче. Жесткий тип. Вообще жесть. Ну, это да, слышишь, а это самое? Смотри, братуха, ну, на что я тут делаю? Ого. Нифигасе. Всех хейтеров будем наглушить. А, да. Ого. Смотри. Ага, бэкфист. На. Жесткий, жесткий типочек. А цепи это у тебя на руках шелестят? На шее. На шее. Тяндалы, тяндалы на на... Но я не вижу, только слышу, как цепи шелестят. Короче, у нас есть классные какие-то предложения, братан. Вообще просто, от которых ты не имеешь права отказаться. Хотя, это не предложение перед фактом, как поставить тебя надо. Мы тебя в фит, короче, приглашаем. Для меня за честь, братуха. Ну, я... В конце, вообще, дай пять. Да, это круто. Нам тоже. Нам приятно очень. В фит тебя приглашаем, сделаем, втанем, короче. Ну, сейчас не будем рассказывать, что, чтобы не сбить тягу. Ну, у нас уже с тобой был опыт один удачный, да? Ну, да. Ну, я считаю, удачно. Да, да. Небо вообще стрельнуло. Небо, да, хорошо зашло людям всем, в принципе. До сих пор смотрят постоянно. Каждый месяц, по статистике, там, пару тысяч досмотрят. Да, вы, люди, это люди тоже, но напишите, как вам вообще трек неба и как вы вообще насчет нового фита Стоха Штахета. Да что, сейчас скажут, Вася, нафиг этот Штахет надо. Нет, так мы не читаем. Ну, не, может кому-то знаешь. Я на приколе, братуха, я все окупаю. Наш зритель, он, бывает, ну, дает очень классные идеи, поддерживает нас во всем, именно в травом, в адекватном. И продуктивной критике, знаешь, если это есть критика, то она, ну, адекватная, конструктивная. Да, то есть, они так, все, это говно, говно. Все, почему говно? Объясни. Да, не говно, а говно. Нет, есть люди, которым, ну, допустим, мне не нравится, это может быть, это не говорит о том, что это плохо. Правда? Ну, конечно. Это просто, ну, тебе не заходит, не твой. Братуха, если так часто бывает, что тебе самому, твое творчество, твоя демка, которую ты послушал сто раз, и ты такой же думаешь, выпускать ее, не выпускать, а наоборот, фидбэк и обратка от людей, ну, нормально, и ты думаешь, вау, нифига себе. У меня так с небом так было. Да, с небом, я тоже, я тоже небо, я такой, ну, скажу честно, думаю, шаман какой-то, Вася, левый, напомнил. Хотя там все написали, видишь, шаман круче всех сделан. И видишь, еще этот трек стал актуальным, когда вот началась война, это все, вот вообще по-другому он переосмыслился. По-другому, да, вообще зазвучало. Да, по Бейградам. В душах людей, да, отклик по-новому. Ну, да, это круто на самом деле, что наше творчество еще, мы, знаешь, не лишены, оказывается, что мы, ну, ты понимаешь, что мы не лишены какого-то творческого начала, хотя раньше ты вообще себе этот потенциал вообще зарывал где-то, не понимал, думал, да нет, где-то стесняюсь. Ну, лично у меня как происходило все, я всегда думал, что, короче, да, ну, не, ну, куда, типа, знаешь, стыдно, то есть предрассудки. Ну, да, я еще с поселком рабочего, знаешь, там, шахтеры, заводчане, все там, гербер чисто, кто по этому поушеваться. Это казалось такое, знаешь, как это пепси-кола, хотя сами рэп слушали, хотя, ну, там, ну, да, все слушаем, да, а где-то к микрофону подойти был облом, я хочу сказать, что это совсем непросто, максимально непросто. Ну, не просто внутри, типа, перешагнуть, потому что это же тоже, как бы, более свободным себя чувствуешь, когда ты переступаешь через такие вещи, через предрассудки свои какие-то там. Ну, а с другой стороны, творчество, оно лечит, ну, максимально. Я, допустим, это делаю как для людей, так и для себя, в первую очередь. Ну, верно, и для себя. Высказать какие-то свои моменты, и это круто, на самом деле. Я даже думаю больше для себя, вот, если честно, быть, чем для людей, потому что ты, ну, круто, когда люди, нет, слышно, слышать надо людей, знаешь, вот, допустим, я так понимаю, если ты, тем более, с этого живешь, слышать надо зрителя, надо при него воспринимать, как Серега говорит, критику, но все равно творчество, я думаю, больше для себя, и что ты делаешь то, что тебе нравится, и просто находишь тех людей, которым это тоже заходит. Нет, ну, есть фидбэк, 100%, есть своя публика, есть, ну, там, допустим, даже в Телеграме, там, тысяча подписчиков, это те, кто слушает, ну, постоянно музыку. Ну, да, тысячу людей, прикинь. Да, плюс, вот, за последнюю, ну, монетизация, там, с площадок, там, понты, конечно, пыль, но 100 тысяч прослушиваний, там, за три месяца, как-никак, это по всему миру, понял? Ну, брать, ну, типа, ну, приятно все равно. Хотя, я так скажу, что тоже, ну, допустим, какая-то критика, если она конструктивная, допустим, если этот человек занимается рэпом, или он, допустим, ну, звукарь, он может, да, сказать, а когда человек, ну, тупо, ложит кирпич на стройке всю жизнь, знаешь, и он тебе говорит давно, оно все равно оставляет осадок такой, знаешь, и ты такой думаешь, блин, нафиг оно надо, вот это мне, знаешь, чтобы писали, может, просто, ну, там. Не, не факт, мне кажется, я извиняюсь, можно опять копеек ставить, не факт, ну, есть даже человек, который ложит кирпич на стройке. Не, при всем уважении, типа, к профессии, к человеку. Да, он может, ну, реально, вот, знаешь, там, вкус к музыке, допустим, ну, не нравится, он не слушает такое, знаешь, ну, не зашло ему. Не, ну, когда люди просто, не важно, кто он, и просто пишут, что это говно, вообще, ну, даже, я вот эти комментарии даже не, я хлопаю, это как перхоть на меня, знаешь, как, просто какая-то мандовожка у кого-то, я ж не буду общаться с мандовожкой, там, у кого-то, там, на лобках. Нам налево. Но все равно, знаешь, знаешь, в чем прикол, что... А что прям? Ну, я такой под низом. А, под низом? Да. Понял. Это, что хотел сказать, я тоже, у меня такое же мнение, кушаманов, я думаю, что не важно, кто ты, но вкус к музыке у тебя может быть. Одно дело, когда человек просто, мы же уже говорили, когда человек говорит, мне не зашло, это нормально. И когда человек просто пишет говно. То есть, это не говорит о том, что если мне, вот, допустим, мне, к примеру, гуф, для меня это параша редкой масти вообще. Я не могу даже голоса его переносить. Но не могу и не согласиться с тем фактом, что это... Что он талантливый. Нет, что этот чувак, вообще, там, ну, можно сказать, один из основателей, там, движения всего. От него там много чего пошло. Подаркам ждут все девочки, мальчики, фуражки, начальники, да, ну да. Ну, я не знаю, о чем ты, потому что я его не слушал. Ну, это, это первый трек, но... Нет, да и вообще, уважение уже за его проделанную работу. Это же тоже время, это, допустим, клип какой-то, знаешь, это тоже, если не зашло, это то же самое, которое может... Да, и уважение еще к тем миллионам людей, которые его слушают тоже. Я же не буду кричать, что, ну, просто мне он не нравится. Все, мне не заходит такая музыка, такая подача. Ну, я тебе могу сказать, так, типичный хейтер, знаешь, это особенно в ВК у меня группа есть. Там вообще, короче, такие бывают, залетают типы, я не знаю, вот типичный хейтер, это тут, который, Вася, хорош выпускать говно, иди работай. Ну, типа, а тип вообще даже не знает моей жизни, где я работаю, чем я занимаюсь, что я делаю, но, тем не менее, он отправляет меня на работу, понимаешь, не знаю того, что я вчера именно... Нет, так а чем это не работает? Если ты можешь с этого жить... Не, ну, не живу, брат, ну, сколько... Ну, я вот, у меня за три месяца навалила двушка гривен, типа, ну, что это? Хобби, хобби, да? Хобби, от души на души. Ну, ты же не знаешь, куда оно тебе приведет. Ну, ты же все равно стараешься под каждый трек снять какой-то видос, снип, ну, какой-то клип, потому что... Ну, не думай, что... Потому что сейчас время все равно смотрят люди больше, чем слушают. Не, ну, всегда, естественно, с видео рядом, всегда лучше заходит аудио. Ну, а в-третьих, еще каждый трек надо давать оценку по тому, как ты послушал его на громкости, либо в наушниках, потому что, когда ты пролистываешь ленту телефона и играет трек, ну, это ни о чем, ты там ничего не услышишь, ну, допустим, этих басов, эти какого-то сведения, ну, подачи, это... Нет, это сто процентов, лучше вообще на мониторах. Ну, я скажу так, что вот эти типы, которые нас тоже постоянно отправляют на работу, знаешь, и тому подобное, ну, типа, я вообще на это смотрю. Если у тебя, если ты считаешь, что работа, это только заключается в том, чтобы работать физически, ну, знаешь, свою силу где-то применять, там, носить, что-то тягать, или там... Или какое-то ремесло даже, к примеру, да, которого... Ты сюда? Не, не дальше. Вот, вот, вот. Или ремесло, которым я, допустим, не владею, знаешь, вот он считает, что только эта работа, то он, в принципе, мне не о чем с таким типом дальше, ни о чем говорить, потому что я знаю людей, которые просто зарабатывают на том, что просто разговаривают. Ну, да, да. Вот, и такие деньги зарабатывают огромные, что каким бы ты ни был в своем ремесле, там, плиточник... Зачем мне твой завод, на который ты меня отправляешь, да, если я, допустим... Нет, я не против людей, которые... Я сам работал в шахте, я знаю, и на заводах, и на шахте работал. Я это все знаю, цену труда этого, ну, это все понятно, просто, ну, не всем же, допустим, быть... И так же самое, как не всем быть, там, я не знаю, врачами, докторами... Да, естественно. Ну, каждому свое. Нужные профессии, безусловно, нужные, но не брать во внимание то, что люди могут себе на жизнь заработать вообще чем-то иным, знаешь, и отправлять, иди на завод, типа, все остальное, там, бля, шлямпа, ты фигней занимаешься... Ну, этих людей жалко, потому что они, как бы, очень, очень, закомплексованы. Да, узко мыслят и... Узкие. Да. Может, они хотели бы вырваться? Это узкие. Узкие лбы. Не, просто узкие. Да. А ну, брат, подожди, по мере, по мере, у тебя четыре пальца ложится. Я, я, ты просто узкий. Так, где бы вы хотели припарковаться? Вот здесь. Здесь? Да, отличное место. Ну, давай, вот так вот. Это лебедь, что-то, смотри. Э, вы что? Курившийся. Это я такой был. Порож на даче. Вот эти морщины, вот эти мрачные по утрам. Класс. Да. Это, братан, без... Это как после того, как ты дышать ходил. Это без ангидрида чисто, братан. На селоцил... Как она называется? Ацетилки. А на ацетилки отбил, братан. Курившийся. Масгубо, братан. Затягнувати час, тягнутися в заторах. На все, про себе за все. СИЛЬЯ КУСОК. СИЛЬЯ КУСОК. СИЛЬЯ КУСОК. СВИКНУ ШВИДКО. СРЦКОЙ КАЙХОПАТИТ. ВІЧНО ЗЕЛЕМНО СІРЕМ БУБУДЕННИЙ СВІТ. Далі без дуба сужит. Потрібен мотив. Две и души вечени, щоб не було пустоти. Снова дим, хора води води. Пасе за нами тихо мая пьет ходит. Знову шугадав, отрухи пяти ботим. Дим полонить тих, дим полонить тих, дим полонить тих. Дим полонить. Заберет тих. Полонить. Взяв в полон. В плен. Пленит. Да, пленит. Дим тебя пленит. Знову дим, хора води води. Пасе за нами тихо мая пьет ходит. Зможжу гадав, отрухи пяти ботим полонить тих, кто бавился с ним. Знову дим, хора води води. Пасе за нами тихо мая пьет ходит. Друзья, мы сейчас находимся у самопала. Ставим обязательно ссылочку, если кто хочет записать трючок, какой-то биток заказать и тому подобное. Кстати, рекомендуем, отвечаю. Взаимно. Солидарен. Солидарен. Приходите к самопалу. На самом деле, да, очень все просто, но в то же время не отвлекает от творчества. Ты где-то во дворе сидишь и генерируешь. Вообще класс. Я вот, допустим, расскажу опыт по себе. Так как я новичок в этой движухе, и меня, допустим, сильный пафос там или какой-то это, меня смущает где-то. Мне кажется, что они меня бы начнут критиковать. Ты не соответствуешь тебе. Мне больше типа критиковать, что ты там это. Сюда я прихожу, я здесь именно реально, что во дворе, знаешь, что к соседу зашел. Смеются все из тебя. Не, реально, что к соседу зашел, хопа, слышь, братан, а можно я зайду к тебе пару, ты вот проснулся типа утром с будуна, знаешь, там. Пару треков. Ну дай я накричу тебе микрофон там пару часов. Все, вот так вот я именно ощущаю вот эту вот обстановку. Да, так что залетайте, короче. Ну или не залетайте, или... Ну это вам решать. Да, лучше не залетайте, у него времени не будет на нас. Ну да, на нас. Заходите, не залетайте, заходите. Да, но знаете, что если мы сюда зайдем, то будет мало места. Да. Нам всем. Поэтому по-быстрому. Зачитал и все. Да, ну вот так вот у нас прошло практически два дня. Друзья, практически два дня. И я вам хочу сказать, что те, кто отправляют на работу, вот еще раз, ну реально тяжело. Вот прикиньте, целый день мы сидим здесь и репетируем. У нас завтра очень важный день, друзья. Уже вернее сегодня, 23 число, суббота. Мы говорили об этом много, не будем повторяться. Так что, если ты... У нас будет, кстати, новые треки, изюминка для двери. Да, вообще зачитает бомбический трек. Да, и мы вместе с шаманом зачитаем. Да, так что подтягуйтесь, друзья, и вы вживую послушайте, где еще его нигде не было, ни на каких площадках. Предъявить, послушайте и предъявить. И у Тохи тоже есть пару шикарных именно бомбических бомб, которые еще нигде никто не слышал, кроме нас. Так что, быстренько заходим. Эксперсивчик. Да, и кстати, Самопал тоже будет читать. Ты же будешь читать? Да, я тоже, конечно, рассчитаюсь прям. Отряхну стариной. Все, тушим бомбину. Спасибо Самопалу за душевный прием от души, братан. Тоха, спасибо тебе за то, что ты всегда поддерживаешь нас, творческий человек. Да будь живее как-то, чтобы это раскис бы посреди. Роман, тебе спасибо за энергию, короче. А мне спасибо просто за то, что ты есть. За творчество, за вдохновление. За тыл, за тыл. За тыл. За тыл. Затылок у тебя. Все, друзья. Да, друзья, ну этим же мы хотим еще ремарочкам сказать. Вы сами должны понимать, что пока история на Кумаре и тому подобное, они будут, но будут чуточку попозже, потому что у нас очень важное мероприятие 23 июля. Сегодня. Сегодня. Мы уже тут, уже выступаем, пока вы смотрите этот видос. Ну то есть еще не выступаем, но мы уже тут на движухе репетируем уже на сцене. Да. Все, ждем вас на Трое, Закревского 87, к озеру спускаешься, встречаешь Медведя, там где-то шаман сидит. Да, у Медведя. Все, обняли, подняли. Иди на звук. Иди на звук, да. Быть добру. Не ругайтесь. Только не на это. С вами Бу, ну и по нашей старой традиции доброй, слава Украине. Слава Богу, слава ЗСУ и слава Украине. Вечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok